Девушки отдыхают 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 без лишнего наемного труда. И в этом смысле единственными инструментами сохранения экономики семьи в деревне в сегодняшних условиях мелкотоварное животноводство. Это овцеводство, это табунное кодеводство, это мясное скотоводство, это семейный бизнес, который способен дать возможность на сегодняшний день как-то строить. И в этом смысле организационная система, которую не нужно привлекать государство, не нужно привлекать какие-то сильные кредиты. Это то, что давно освоено многими, и Домоте крупным холдингом, и в конце концов Эвка пытается это сделать. Это кластерные модели, при которых большое количество маленьких подрядчиков по определенной технологии выращивают собственно то сырье, которое потом идет через цепочку на добавленную стоимость производства продукции. И в этом смысле мы говорим о том, что самое тяжелое и узкое место для того, чтобы производить мясо, я не имею в виду свинину, я не имею в виду птицу, это индустриальный бизнес. Мы говорим сегодня о тех проектах, которые строят безусловно для нас важнейший элемент, элемент сенсуального лифта для людей, которые работают на своей деревне со своим стадом, которое буквально от 30 до 120 голов. Но если мы выстраиваем такую технологию, мы соответственно получаем такую простую вещь. Сегодня, когда мы считали экономику, семья, содержащая 150 коров, может получать выручки 7 миллионов рублей в год. То есть на сегодняшний день я хотел бы вот по поводу реакции сказать, это трое. Вы только что прослушали. Кластерная модель подразумевает, что эти фермеры включены в определенную кооперацию, не кооператив, кооперацию. То есть существует система в одиночку, выжить так невозможно. Поэтому возникает система именно, когда существуют сервисные центры, которые существуют инфраструктуры. В данном случае мы считаем, что именно вот это разделение отрасли на элементы, то есть глубокая специализация бизнес-процессов, которая приводит, как правильно было сказано, оборот денег, это ключевая вещь. Если мы имеем достаточно качественный оборот денег, мы получаем достаточно устойчивую экономику. Так вот, в мясном скотоводстве модели, когда я делаю все, это 5-7 лет. Когда я разделяю эти процессы очень жестко по этапам, каждый этап один год. И в этом смысле появление экономической модели, при которых у меня весной отелились животные, летом у меня случная компания у этого стада, осенью я продал все, что мне не нужно, и зимой только со стадом, который пойдет на следующий цикл, у меня годовой цел, как у семьи, при которой самая главная моя работа дать животным существовать в процессе круглогодичного уличного выпаса. То есть я не занимаюсь какими-то сложными манипуляциями, и в этом смысле возможность производить мною продукцию позволяет мне жить. Отсюда вопрос. Такие модели требуют изменения инфраструктуры в стране. Невозможно в сегодняшних условиях просто так построить такую модель. И поэтому появление нужды в создании десятков тысяч семейных ферм небольшого характера, а напомню, в Соединенных Штатах Америки 35 миллионов коров распределены среди 700 тысяч фермеров по 50-70 голов, то есть 700 тысяч семей, которые занимаются мясным скотоводством. 35. 35. Я хотел бы по поводу цифр сказать так. В Российской Федерации 17,7 миллиона крупного рогатого скота, это общее поголовье. В Северном Судане 32 миллиона КРС. Ну так, на секундочку. Поэтому мы говорим о том, что на сегодняшний день желание дать работу деревне в качестве семейных подрядов в системе кластеров требует инвестиций и обновления инфраструктуры, которая организует спрос на металл, на технику, на, собственно, все элементы экономики, принеся в деревню не дом культуры, а эффективные бизнес-организационные процессы, позволяющие любому количеству маленьких семей зарабатывать деньги на своем месте, на расстоянии 10-20 километров от точки инфраструктурного процесса. Поэтому мы говорим, что на сегодняшний день мы имеем внутри России фактически простые решения, которые на сегодня, ну, единственное, кто мне очень сильно в этом помогает, это комиссия Академии наук. Петр Александрович, Чекмарев ведет комитет бизнеса и агронауки, и он именно жестко тащит модель в своем комитете по мелкотоварному животноводству как инструмент решения трех задач. Дать деревне работу, при которой не надо уезжать из деревни. Дать в деревне инфраструктуру, при которой придет инвестиция на сельские территории ради бизнеса. И третье, это приведет к решению демографических проблем, потому что есть ради кого, чего на своей собственной земле жить и трудиться. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Вопросы есть? Вопрос первый раз. Одну секунду, я вам дам микрофон. Если можно представить, только вопрос. Синяков Сергей Анатольевич, есть ли примеры, когда семья из трех человек держит поголовье в 150 коров? Да. Без наемных работников. Да. Нет, нет, это и Сибирь, это и Центральная Россия, просто видите ли, в чем дело. Вопрос технологий, что такое содержать. Мы с вами немножко по-разному можем понимать подходы. Недаром я сказал, что мясное скотоводство это туманная отрасль, окруженная мифами. По сегодняшний день технология семейная. Мы сегодня имеем возможность, когда семья в системе кластера может держать 100-150 голов в одиночку, но не иметь техники для заготовки кормов. в 7 лет кооператив в Вологодской области, где мы им давно модель разрабатывали, он является опорным, как сейчас принято говорить, опорным фермером, обеспечивающим кормами и обслуживанием своих семей, и семьи, входящие в кооператив, всего лишь держат скот. Они только держат скот. Они не занимаются кормозаготовкой, они не покупают себе технику для кормозаготовки, они отвечают за маточное поголовье, самое сложное. И поэтому в данном случае маточные поголовья, которые в этом кооперативе в семьях, они обеспечиваются одним партнером, который объединяет их кооператив. Спасибо, Роман. С точки зрения обслуживания. Спасибо. Я вам добавлю, коллега, я вам добавлю, Сергей Емельянов, Читинская область, держит 250 голов головеев. 250 голов. Он при этом, семья его, только семья, никаких наемных работников вообще. Ну, кроме построить что-нибудь. Строители приезжают. Больше ничего. Он еще успел на 8 месяцев на СВО съездить и там, так сказать, некоторое количество денег привезти на развитие хозяйства. Поэтому, это вполне реальная вещь. Какая техника? Я могу вам дать его телефон, вы его расспросите совершенно подробно, более подробно. Прямо сейчас вам там телефон, может сейчас. Да, правда, они сейчас спят тоже, так сказать, там читают. У нас бывший командир подводной лодки, который уже 15 или 18 лет в Калуге держит 800 голов, семья из 5 человек, 800 голов Герри Фордов. Одно время это было прям модно к нему ездить, смотреть. Поэтому этих примеров в России полно, а в мире это классика. Поэтому давайте мы говорим о так. У нас нет сегодня разговора рекламного характера. Я не пытаюсь привлечь всех, чтобы завтра все начали вести свое поголовье. Мы информируем участников конференции в том, что сегодня есть действующие системы, о которых мы вам рассказываем. Эти системы работают, мы их внедряем, мы их реализуем, и на выставке, которая здесь присутствует, ну, понимаю, нельзя называть, но тем не менее, в январе, можно. Тогда Агрос, выставка, на которой мы постоянно проводим эти конференции, мы каждый год докладываем о том, какие еще регионные инвесторы это сделали, в том числе в Брянске откормочные комплексы, то есть, точнее так, владелец магазинов купил себе откормочный комплекс и начал финансировать семейных фермеров для поставки скота себе.